Добрый день! Меня зовут Виктор Зубарев, я один из пасторов Русской Библейской Церкви. К нам поступил вопрос, какая участь ожидает искренне верующих мусульман, чтующих Всевышнего, но отвергающих Божественность Иисуса Христа? Будут ли они судимы по совести, или же их ожидает участь в аду? Чтобы ответить на ваш вопрос, позвольте я его немного переформулирую. Какая участь ожидает всех людей? Это могут быть свидетели Иеговы, буддисты, мормоны, атеисты, или просто хорошие, порядочные люди. Что необходимо сделать человеку для того, чтобы спастись? И достаточно ли просто чистой совести для того, чтобы Бог принял человека и взял его в рай? Апостол Павел отвечает на этот вопрос в послании к кремлинам во второй главе. Он говорит о том, что для того, чтобы спастись, человеку необходимо исполнять закон, Божий закон. Божий требование. Мы об этом с вами читаем, что не слушатели закона, а исполнители будут оправданы. И для тех людей, которые никогда не читали вот этот вот закон Писания, есть внутренний моральный закон, совесть. И достаточно ли совести? Нет. Бог требует, чтобы человек исполнял то, что есть внутри. И совесть, и этот внутренний закон, и Библия, они приводят только к одной черте человека. Все, что человек делает, недостаточно. Человек нарушает Божий закон. И это показывает, что нет человека ни одного, праведного. Нет человека ни одного, кто бы мог сказать перед Богом, Бог, я выполнил все. Я искренне верил в Тебя. Каждый человек нарушил Божий моральный закон. Что же тогда нужно сделать человеку, чтобы спастись? Как он может быть спасен? Апостол Павел отвечает на этот вопрос. И он говорит в третьей главе, в следующей, в двадцать первом тексте, стихе. Он говорит, но ныне, независимо от закона, независимо от того, сколько человек нарушил правил, установлений, требований, явилась праведность. Она стала явной, праведность Божия. Бог может оправдать даже человека, который нарушил Божий стандарт. Как? И Павел об этом говорит. Мы получаем оправдание даром, двадцать четвертый стих, по благодати, по Божьей милости, искуплению в Иисусе Христе. Христос был тем, кто вместо нас умер, кто вместо нас заплатил за наш грех, за наш долг. И что теперь? Бог может нас простить. Здесь Павел говорит, Бог является праведным, оправдывающим, верующим в Иисуса Христа. Только тот человек, который смиренно приходит к Богу, говорит, Господи, я ничего не смог сделать. Я банкрот. И ради Христа прости меня. Бог говорит, независимо от того, что ты делал, независимо от твоих прежних заслуг, или наоборот поражений, я тебя прощаю и принимаю. Я думаю, что мы смогли ответить на ваш вопрос. Возможно, не все грани мы успели затронуть. Пожалуйста, пишите нам. Пишите еще вопросы, и мы будем стараться ответить. И постараемся как можно полнее раскрыть эту тему. Спасибо вам большое. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok